Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, всё, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит ещё одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас ещё то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисан. Добро пожаловать в наш пятый сезон, в 55 серию, если я хорошо помню, да? Ребята, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И не знаю, почему я начинаю эту серию в шахте. Может, потому что я просто тут искал алмазики, пытался найти. Но, к сожалению, я нифига не нашёл. К сожалению. Но всё же. И нужно расстраиваться, вдруг потом найдём. Может, да? Но нам не нужно много алмазов. Нам нужно, ну, ещё где-то штук 8. Потому что, чтобы сделать себе две печки. Я уже, конечно, могу себе сразу одну печку сделать. Но нужно пару сделать. Точнее, пара, как бы, две печки, да? Пара. Но, не знаю. Если не получится, в принципе, сейчас что найти? Мы не будем в шахте, ребята. Не нужно сразу кричать, что Эдисон, какая нафиг шахта? Вот тут тупики, в принципе, отсюда мы уже нафиг выбираемся. На остров? На остров не нужно сейчас на остров. Потому что день, в принципе, что тут делать днём на острове? Согласитесь, ребята. Поэтому, в принципе, нифига мы тут не забыли, да? Днём. 232. 232. Идём мы быстренько домой. Что я хотел? Замечательно. Дождик, дождик, дождик. Так. Что я сюда ещё могу поставить? Пожарить. Вот это. И вот это то, что мы с пылесосов на выбывали. В принципе, нормально. И, в принципе, давайте ещё, знаете, что сейчас делаем? Выложим вот эти все ресурсы, вещи, которые у нас есть, которые у нас валяются. Нет, не вот это, а вот это, которые у нас валяются кучами, но мы их не используем. Вот так, вот так. Вроде всё, да? Ну, ещё хлам идёт вот сюда. Алмазики. А давайте. Ну, давайте одну печку сделаем. 8. Вроде вот так, только я... Фур... Фурнайс... Фурнайс... А, вот она. Кварц. Ах, вы чё, вы, вы чё, вы чё? Вы чё, офигели? Кварца у нас нету, так же, как у нас и Незерак Фурнайса нету. Поэтому, ребята, нам нужно... Любым способом, чтобы нам сделать алмазную печку, нам нужно идти в ад. За камнями. Поэтому, ребята, как ни крутите, нам это нужно делать. Но сейчас мы не будем это делать. Ну, не знаю. Ну... Я не знаю, честно. Тут можно, конечно, вот сюда 500, 370, 575, 370. Ребят, я выключу дождь. Хотя, в принципе, тут он не падает. Поэтому давайте быстренько тут это всё добудем. Я, честно, я не хочу идти в ад за тем же Незераком. Но нужно. Нужно для того, чтобы сделать печку. А как вот это делается? Ага. Ну, это простенько. То есть, Айрон Фурнайс, потом Незерак, а потом Даймон. Да? Ага, Брикфюрнайс. Хм. Абрюки, Брикфюрнайс. Ага. Ну, короче, тут тоже, знаете, свои схемы. А чё, уже ночь, что ли? Поэтому не знаю. Знаете что, ребята? Наверное, в этой серии мы всё-таки не будем идти в ад. Я, знаете, просто что сделаю? Знаете, что я просто сделаю? Я подготовлюсь в этой серии, чтобы в следующей серии пойти. В следующей серии, до начала следующей серии, я уже построю портал, знаете, чтобы не париться. И потом мы уже прям с легкой душой быстренько потопаем в ад. И не нужно нам будет сидеть кучу времени и, в принципе, создавать тот портал. Потому что, в принципе... Ну, не хочу, ребят. Сейчас не хочу, честно. Нету желания. В следующей серии может. О, я уже, знаете, перепугался. Почему звука нету? А вот с шейдерами, ну, просто нихрена не видно, если честно. Минус 2000... Ага. Говорю, минус, а пишу плюс. Минус 2375, 1200. Да твою нафиг. Вот это я всегда забываю. Вот так. Нет, ребята. Я это выключу. Ну, в принципе, вы сами видите, да, что тут жопа творится, когда дождь падает. Ни хрена просто не видно. По мне арт, рарбосс. Красненький, да? Если я не ошибаюсь. Да. Я уже, можно сказать, не... Красненький или какой? Вроде нет. Или синий. Хрен его знает, честно. Любой. Хоть голубой пускай будет, но дай нам эксперт шейдер. Голубой, розовый, любой. Только нам нужен эксперт шейдер. Честное слово. Так, ладно. Вишар. А днем, ребята, сейчас мы докачаемся вот этой ночью. Я уже хочу докачать ларвесту. И, в принципе, Иви тоже. Но Иви нужно аккуратно, потому что я хочу сделать эспиона. А днем, если мы ее ночью влюцинируем, влюцинируем, то, можно сказать, сразу съедим десерт, который у нас отложен на потом. А по десертам я имею в виду амбрион. Это как раз такая Иви, которую все хотят. В принципе, я в том числе. Но я не хочу сейчас ее делать. Я еще раз повторюсь, это как бы десерт. На самое последнее ее отложим. Ну, добивайтесь там, чурки. Чет бьют, бьют друг друга. Урон не сносится. Вот, наконец-то. Так. А, я груду накинул. Не убивай. Не убивай, не убивай нашу Иви, миленькую. И Магни Майта тоже. Я его случайно кинул. Так. Так. Замечательно. Магни Бомб. Ла-ла-ла. Сколько? Чтобы потом не было вот всякой фигни. Сно 77? Ребята, мы, если честно, наверное, даже в этой серии уже Иви прокачаем, что ли? Мне так кажется. Вот вы, Чуркистаны, а. Даже не то, что Чуркистаны, а. Ведь его знает кто. Вот, иди-ка ты сюда. Ребята, не, смотрите, там слева на Бакерадаре. Ни хрена себе там сколько павниардов. Еще вот один, даже перед нами заспанился. Иви, Иви. Ну, вот этот каждый, каждый, каждый бой нужно следить. Потому что вдруг там сразу несколько уровней дастся, и мы потом обломаемся. 202. Вот еще один уровень не хватит. Ребята, еще один уровень остался. А потом мы ее днем будем эволюционировать. Хм. Рискуем, конечно, но вроде оно, по сути дела, если даже уровень не добьется, нам дастся 10 счастья. А нужно 220. Тогда, по сути дела, это даже не эволюционирует. А если эволюционирует, ну, ладно, так уж и быть. Будет у нас Амбрион. Но нет. Ху, еще 8 счастья осталось, поэтому все, ребята. Не выпускаем Иви. Все, все, хватит, честно, хватит. Хух. Замечательно. Ребята, в этой серии у нас уже спион будет. Эммм. Также. Фераллигатора нафиг нужно было выкладывать 3 уровня назад. Уа. Ладно, опять забыл. Ну, ладно, еще ему 2 уровня прокачаем. И нафиг иди, пожалуйста, наш фераллигатор в компьютер. Я тебя забыл выложить, поэтому 2 уровня мы тебе еще докачаем. Я не жадный. Только смотри, там не подавись еще опытом, которые тебе придут с 2 уровней. Но все же, ща мы быстренько тебе докачаем. А вот Ларвеста, вот эта жучара, и жучара, в принципе, в прямом смысле, она же жук. Но не хочет. Но не хочет никак не вылицинировать, не качаться. Да где вот покехил вот этот? Не хочет, ребята. 49 уровень. Ну, просто смотрите, вот это я люблю, когда спаинтся такое большое количество. Бишарпов. Вот это не нужно бегать, не нужно летать в их поисках. А сразу пришли, сразу кучу захреначили и ушли. Фу, ребята, Ларвеста 50 уровней. Еще осталось 10 уровней, и Ларвеста идет гулять в компьютер. Точно. Вот сказал компьютер, и сразу же вспомнил о Пуригоне. А если тут такая фигня, такая же, как в предыдущей версии, что если там крафтишь компьютер, то есть какой-то шанс, что засванится Пуригон. Вот это мне интересно, нужно потом будет попробовать. Ребят, следите за Ферролегатором, чтобы я его опять не перекачал. Во, я уже сам вижу. Все, ребята, выкладываем. И сейчас кого будем качать? Давайте, знаете, все-таки, хотя нет, давайте, хотя нет, давайте Магни Майтер. Как он там эволюционирует? Просто, знаете, вот эти его штучки-шучки. Да ты... То, что он же эволюционировал в Экстрим Хиллс, да? Вот. Экстрим Хиллс, он тут эволюционировал, в предыдущих версиях. А вот сейчас уже вот этого нету, я, если честно, не знаю, как его эволюционировать. Вот это та хрень, если честно. Ну, ладно, я, может, потом, если сейчас не разберусь, может, потом вне серии попробую, да? Чтобы вам тоже, знаете, мозги не компасировать. Чтобы вы не смотрели, как Эдисан пытается эволюционировать магнитонно. Потому что, в принципе, еще одна эволюция нужна, да? Так, вы где, чурки? Вижу. Ларвестушка, ларвестушка, прокачивайся, пожалуйста. Мы тебя все просим. Мы тебя очень все просим. А знаете что? Вот будет день, пойдем, наверное, на охоту. Небольшую, но все же. Пойдем, я не знаю, в те же джунгли или возле джунглей. Чтобы... А вдруг Мью? Может, Мью, знаете, ребята, может, Мью не такая паскуда. Я хотя бы более-менее знаю, какой подход к ней нужен. Если это ульчимейт, то нет, не нужен тогда. Если заспавиться, это будет круто. В принципе, я действительно знаю, такой более-менее такой подход к Мью. Нужно ее попросить выйти погулять. Если согласится, то выйдет. Нет, значит, не отпустили на улицу, да? Наказано. А Лугия? Не знаю. Киогур, в принципе, тоже пока что еще не разобрался, да? Ну, Суйкун. Я, если честно, тоже Суйкуна очень хочу, но он... Он вроде на пляжах сванится, да? Но тоже это такое. Райкоу, значит, уже две штуки, да, было. А Суйкунов еще не одного. Так же, как и Энтея. Поэтому нужно, ребята, нужно-нужно искать. Ну, вы там, дурочки, деритесь, и я пойду на другого Бишарпа. Ну, может, еще и спеем, и Бларвесту прокачать, 52-му там, допустим. Ух, ребята, смотрите на наш орб. 208 убийств, ребята. 208. Если в этой серии мы еще постараемся, но чуть-чуть хотя бы, да, то уже будет где-то 180, может. Если мы сейчас пойдем куда-то на охоту. Ну, почему Маги Майт? Ну, я же не выбираю Маги Майта. Вот это когда они сами вылезают, что ли. Ну, все, вот, ребята, все Бишарпы пропали. Поэтому быстренько мы фигачим на остров. А вдруг на рассвете заспавится Кьюогр? Или, как всегда, у нас возникнет вот этот лак? Твою нафиг. Класс. Эээээ, люблю вот эти лаги. Ну, давай, давай, залезай. Вот, застряешь ты еще? Ну, и что, грунтуша, не вылазишь, не? Ну, ладно. Ну, что, ребята, топаем мы в джунгли. Только перед тем, как туда пойти, мне нужно посмотреть координаты. Потому что координаты там заманчивые. ТП. А, нет, 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 ребята, сейчас, секундочку. Подождите секундочку, не торопитесь. Ща мы туда все мерненько пойдем. Рарбос. Я не знаю. Ну, я не знаю. Нет, не хочу, не хочу. Зато, ребята, мы уже выкладываем ферролигатора. На его место мы бы взяли пипопа. Но, к сожалению, мы его еще не словили. Поэтому на его место берем... Да, иди-бади-бади-бади-бади-бади-бади-бади. Ну, давайте. Курфишка. Курфишка. Как-то он так догорит. И потопали, ребята, мы его прокачивать быстренько. Иви, точно, 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 точно. Иви. Вот эти звуки, а. Иви, ребята, еще один уровень. Еще один уровень. Иви вляцинирует. И вот что-что, вот это нам нужно в этой серии. Там еще пару счастья осталось. ТП. Поэтому, ребята, нам нужно сейчас в джунглях будет кого-то найти. Какого-то, знаете, большого уровня, чтобы прокачать Иви. Но в джунглях мы выключим шейдеры, потому что там глючит. Ну, это же джунгли, да? Много деревьев. Шани, не улетай. Нам нужно Шани, если это нормально. Ух ты! Ребята! Хм, кто-то помнит с предыдущих сезонов, чтобы у нас хотя бы когда-то был манки. В каком-то сезоне, я, честное слово, я не помню. И это круто, это мне нравится, манки. Пожалуйста, иди-ка ты сюда. Зелененький цвет такого поносика. Ха-ха-ха. Пошутил, но... Значит, мы удаляем обычного манки и берем Шани зелененького. Это круто. Только, пожалуйста, залезь в левел-болк. Круто, 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 круто. Фу, замечательно. Ну что, ребята, нам нужно прокачать Иви. Успеть хотя бы прокачать. А я надеюсь, что на Галдаках мы успеем ее прокачать. Они же более-менее такие большие уровни. Сейчас постараемся. Ух, я уже обрадовался, что это Иви. Это не Иви, это магнимает. Но все же это тоже круто. Мию, пожалуйста, пока магнимает эволюционирует. Давай, вылазь, паскуда. Пожалуйста, быстро. Быстро. Не порть мне серию, чтобы был экшен какой-то. Пожалуйста, Мью. Ну где же Мью, вот эта паскуда? Она не хочет вылазить. Ну да ладно. Иви. Иви, Иви, Иви. Сейчас главная цель, это у нас Иви. В данный момент. Я хочу найти какого-то большого, что ли, уровня. Но это же Джунгли. Тут хрен его знает, где тут большой уровень есть. Ну че, тот. Это не очень большой уровень. Вот Праймейп. Праймейп большой уровень, 40 где-то. Ну почти. Так что давай-ка ты, Иви, прокачивайся. Замечательно, ребята. Добро пожаловать в наш эспионушка, в нашу команду. Следующий у нас будет, наверное, Желтеон. Потом Флорион. Потом. Потом. Потом, потом, потом Десеттик. Потом Эмбрион, ребята. Эмбрион. Вот он, наш эспион, ребята. Давайте полюбуемся. Эспи. Она говорит, знаете, иногда. Эспи. Иногда эспион. Так. Ну, магни, 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 магнитон. Прокачивайся. А мы? А мы, я не знаю, честно. Вот сейчас уже не знаю. Ну, я имею желание, конечно. Все, наверное, мы имеем желание словить Иви. Но. Ой, да какой нафиг Иви? Мью. Но это, знаете, как-то. Тоже не от нас зависит. Не в наших силах. Заспавиться словим. А словим, в принципе, 100%. Потому что у нас есть. Необходимые средства. То есть, мастер болт. Парк болт. Что, в принципе, уже хватит. Но. То, что заспавиться или нет. Это уже, к сожалению, зависит не от нас. Поэтому, я не знаю, ребята. Тут есть что-то в округе, чтобы пойти словить кого-то. Ну. Тут. Горы. Пустыня. Походу, ничего толкового нету. Я не знаю, если честно, кого. А давай. Хотя нет. Крайогунал. Точно. Точно, ребята. Крайогунал. Он как раз-то нам и нужен. Давно я его хотел словить. Но. Ух ты нафиг. Да. Вот это. Это координаты, конечно. Большие, что фиг, что-то вообще найдешь, где мы находимся. В тот момент, когда мы в джунглях. Вот где-то. Нет, не вот тут. А где вот эти шипы? Где-то они были, да не были, да? Шипы. Пожалуйста, покажитесь. Вот они. Пять тысяч пятьсот минус... Пять тысяч пятьсот семьдесят пять минус... Вот так где-то, да? Да. Сейчас мы, ребята, сало накушаемся. А крайогунал. В том смысле, я же сало тут вижу возле нас бродит. Так, правильно вроде написал. Но он вроде только на рассвете, что ли, спаянется. Это у нас уже есть. В принципе, тогда это нам не нужно. Эспион. Эспиону мы еще четыре уровня прокачаем. Ларвести еще до хрена. Ребята, а знаете что? А вот для таких случаев... И придумали конфеточки. Хм... У нас есть достаточно... Не прям куча, но у нас есть нормально так... Золото. У нас есть даже... Глустон, что в принципе делает нас неуязвимыми по ходу в ад. То есть, нам сейчас в ад уже не нужно идти, потому что у нас есть... Глустон. А стаки конфет мы вряд ли будем делать. Поэтому, ребята, нормально. Яблочко у нас есть, потому что у нас сад. Да хрена, да? Как бы. Сад у нас. Вот этот мод крутой для того, чтобы делать... Раркентии. Потому что, кто помнит в предыдущем сезоне, как мы делали? Мы их размножали. В том смысле... Мы добывали яблоки или с деревьев, если они, конечно, падали. Или с Норваксов. И чтобы их умножить, мы сделали себе магазин, что давали 20... Опа, Крайганал, вот он. Что мы давали 20... Яблок давали парочку алмазов. И, в принципе, забирали 30 или 40 яблок. Но это... Сейчас, в принципе, этого не нужно, по сути дела. С этим модом. Но все же. В следующей серии, ребята, мы и так, и так пойдем в ад. Потому что я хочу себе сделать алмазную печку. Ни хрена себе. Точнее... Где наш квик... Так мы же себе ста квикбола взяли, где они? Что-то не видно тут. То есть, ребята, смотрите. Чтобы сделать алмазную печку, нужно пойти в ад. Поэтому... Действительно, нужно туда будет пойти. И больше... Больше незачем. Тогда смотри, что... Смотрите, что мы делаем. В следующей серии мы себе сделаем конфеточки вкусные. Мы со всеми поделимся. Да ты что, издеваешься, нахрен, Крагунал? Залезь ты уже в левелбол. 20 уровень против 70-го выкобылеется. Мы себе сделаем конфеточки. Все покушаем вместе. Потом прокачаем ларвесту. Ух, ребята, поздравляю. 40% покедекса. Ни хрена себе. Нормально. То есть, мы уже тогда выкормим нафиг вот эту ларвесту, чтобы уже ее прокачать. Там, сколько еще? Там, 9 уровней прокачаем и выложим. И плюс к тому, пойдем в ад, сделаем себе алмазную печку. Потому что там нужны необходимые ресурсы, чтобы ее сделать. И вот это план на следующей серии. В следующей серии я тоже добавлю около 10 человек в музей. Поэтому, ребята, продолжаем комментировать. Кто не комментирует, а хочет попасть в музей, то значит, начинаем комментировать, кто хочет попасть. Но самое главное, не пишите. Эдисон, я комментирую 100 серий подряд. Я посмотрю, он на самом деле комментирует 3 серии подряд. Я комментирую 100 серий подряд, а ты меня по сходу не добавляешь в музей. Отписка, дизлайк. Все, пошел в жопу. Ага. Вот это очень-очень справедливо. В принципе, очень правильно, когда человек комментирует 5 серий. И уже, знаете, на меня кричит, что Эдисон Молл там, не знаю, чудак не добавляет в музей. Хотя он 5 серий уже комментирует. Вот люблю таких людей. Были там у меня на примере. Помнил бы имена, сказал бы, но извиняюсь, не помню. Были такие люди на примере, которые уже комментировали дохрена сколько. А я их, если честно, ну не то, что не замечал. Они, в принципе, где-то были там внизу списка, да, в блокноте. Поэтому они еще не дошли до своей очереди. Знаете, когда я их уже добавлял, я смотрел, сколько они комментировали. И там было, что они реально оставили около 50 или 60 или даже больше комментариев. Я посмотрел их комментарии, и на самом деле они даже ни разу не написали. Эдисон, я там уже комментирую 5 серий или 10 серий подряд. Это меньше до сих пор не добавил в музей. А когда я посмотрел, то он действительно там уже комментирует около 50 серий и 50 комментариев, да. Еще ни разу не написал, что Эдисон, я уже много комментирую и добавляю меня в музей. И за такое действительно, ребята, очень большое благодарность. То, что кто действительно меня понимает, и тот, кто действительно знает, что не нужно флудить, не нужно говорить по этому поводу, что Эдисон, вот я уже кучу комментариев оставил, ты мне еще до сих пор не добавил в музей. Комментируете, значит, отлично. Попадете в список и, в принципе, дальше продолжаете комментировать. Если вы попали в список, то просто что дальше нужно делать, просто дождаться своей очереди. Сколько там у нас осталось до конца серии? Ух, ни хрена себе, уже конец серии. Ммм, я просто, знаете, сейчас сижу, думаю. Кого бы нам еще тут словить напоследок? Конец серии, знаете, может, давайте еще словим парочку покемонов, если успеем. Только, ребята, кто у нас тут вообще? И знаете, что тогда сделаем? Мы пойдем быстренько в лес, вот сюда. 4500 минус 700, 4575 минус 700, ага, я опять перепутал. Ну да ладно, сейчас, быстренько мы это исправим. Вот так. Интересно, это мы где заспанились? Ну, понятно. Да твою нафиг! Вот так. Короче, нужно вот такие координаты, вот так. И все, и мы, в принципе, вот так уже будем знать, что мы не стукнемся куда-то, да? И как раз будет время, чтобы планировать в воздухе. Джо Дуд не нужен. Снизл. Снизл Пизл, ты где? А вот снизла я хочу. Хоть я не знаю, кто-то первый раз вижу. Да нет, не 30 уровень. Я не хочу 30 уровня, я там видел какой-то 20 был, что ли. Снизл Пизл, ты где? Снизл. Вот он. 12 уровень, а не 20. Замечательно, ребята. Как раз он сейчас залезет в Даск Боу. Знаете, в принципе, конец серии. Но мы еще постараемся хотя бы успеть словить 2-3 покемонов, чтобы было какая-никакая, но хотя бы мини-пини какая-то, знаете, охота. Чтобы не было такого, что Эдисон, вот ты там уже капут. Столько обещаешь пойти на охоту, но не идешь. Джинкс. Я тоже, в принципе, Джинкс хочу словить. Не знаю, почему у нее вообще эволюции нет, но... Эспи. Заобещайте, ребята, у нас есть Низл Пизл. Это Пи-Пи-Пи-Пи-Че нахрен? Пинеку. Вот это новые, ребята. Я извиняюсь, но просто, знаете, это все-таки новая версия. Я еще не совсем знаю всех покемонов, которые тут есть. А что это вообще за хрень? Это-это-это-это-это-это что за-за-за-за какая-то... У меня даже фантазии не хватает. Или даже какая-то суперфантазия, чтобы представить, знаете, что вообще-то такое. Пинеку. Че ты? Че ты? Я не знаю. Давайте сейчас, если мы тут найдем где-то босса. Где он? Ты упал? Че это такое нахрен? Я не знаю. Ребят, честное слово, я не знаю. Ладно. Давайте лучше тогда нападем, пока Пинеку не пропала. Ладно. Ух, нихрена себе. Во, замечательно. Ух, левел был. Пинеку, Пинеку. Мы ставили Пинеку, мы ставили Снизл Пизл. И там еще босс. Анкэмон тогда не нужно. Снизл. Дактрио. Фор-э-трэ... Да, блях, френей. Фор-э-трэ-с. Вот. Да, их тут куча. Я думал, что какие-то редкие, что ли. Опа, ребята, это лава или что это там? Сейчас мы, ребята, проверим. А где вы вообще нафиг? Вот. А-а-а, я помню. Да, я знаю, кто это. Но это крутой покемон, честно. Только вряд ли мы его убьем. А, ну, ладно. Хе-хе. Поке-хил. А, тогда... Какой-то там, 38-й. Эспи. Эспи. Так, еще раз. Не, ну, опыта не скажу, что много идет и стоит на них качаться. Но словить одного-двух можно. Да, или двух. Надо хрена нам двух. Одного, в принципе, хватит. Амдаскбол. Фор-э-трэс. Ну, конец-не конец серии. Но, смотрите, мы еще успели даже двух покемонов слить. Это третий. Замечательно. И там еще видел, вот, да. Чтобы не пропустить. Будем умными. Хотя мы, в принципе, тут можем... Нифига себе, как оно заспавнилось. Так, вот, да. Вот это нужно сразу смотреть. Оверхид. Ну, ладно. Пускай. Так, ладно. Что еще есть, ребята? Перед тем, как уходить, давайте вдруг, знаете, тут еще есть какие-то хантеры. Джинкс. Вот, Джинкс. Охота, зимняя охота, ребята. Джинкс. Так я только что тебя видел, нафиг. Или ты так пишешься? Да, нет. О, где спаун? Спаун. Джинкс. Вот, как она пишется. Значит, просто... Джинкс. Ладно. Джинкс и Гасли нам нужен. Ребята, нифига себе. У нас еще до сих пор просто-напросто Гасли нету. Это не очень круто. Вабуфет я там видел. В принципе, тоже нужно будет словить Роженролла. У нас уже есть. Хотя она и в земле, да? Дивдонг. Дилибирт. Дилибирт. Еще Дилибирт. Дилибирт. Хотя... Сейчас. Вот этих тут куча. Они, знаете, можно сказать, заняли место Гасли, паскуды. Гасли же спаунился в таких количествах... Твою нафиг, а? Гасли спаунился в таких количествах ночью. А сейчас... 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 Да какой нафиг? Тридцать третий уровень. Там есть пятнадцатый. Сил, Джинкс. Гастли. Дилибирт. Да и все. Да твою нафиг. А ну залезь-ка ты уже... Залезь-ка ты уже сюда. И в принципе, все. Ну хотя, может, есть еще какие-то тут покемоны. Не, ну хотя, на самом деле, мы много покемонов, ребят, словили. Хоть и это уже конец серии. Я не знаю, уже нужно было заканчивать. Но все же мы словили еще нормальное такое количество. Обогнимает. Давайте еще вот тут вокруг себя, знаете, посмотрим. Ну, вабуфеты вот этих всех мы потом словим, наверное. Пиплап! Пипи-пипи-пиплап! Плап, ребята! Уф, да ну нафиг! Вот это шутки! Прибаутки всякие. Знаете, вот сейчас, когда мы его даже не ожидали. И даже, в принципе, не думали, что его можно словить. Он заспанился. И сам, и сам напал! Знаете, будет еще прикол, если он залезет с первого болла. Хотя, наверное, так оно и будет. Ну, сейчас посмотрим, не будем каркать. Нет, не залез. Но в левел болл. Нужно было сразу левел болл кидать. Левел болл, да он залезет. Он же, он же классный покемончик. Я надеюсь. Ну, что-то, мое мнение началось потихоньку меняться. Пиплап, седьмой уровень. Против семидесятого граудоши. В левел болл. Во! То есть, я даже не писал сюда, где пиплап. Вот сюда. Я даже не писал. А я на карте вот так случайным образом водил. И увидел, что там пиплап. Это во-первых. Во-вторых, мы его даже не искали. Даже, знаете, не подумал, чтобы его сейчас ловить. А хотя он сам заспанился, знаете, сказал. Ладиса, ты что, дурак? Так я же тут, иди меня лови. Сразу нам показалось. Я не успел туда пройти. Прийти, он сразу на нас сам напал. То есть, знаете, можно уже сказать. Ожидал нас там, нафиг ждал нас там. Пока мы придем, и пока он там стоит, и пока мы его слоим. Это круто, круто. Сам покемон хотел, чтобы мы его словили. Вот какой подход пиплапу. Забыть про него, он сам вспомнит. И сам нас найдет, и сам словится. Ва-буфет, Роджин Ролл, Снизл, Пизл, Джо Дуд. Ребята, в принципе, все уже, наверное. Это мы уже заканчиваем. Лунатон. Хотя Лунатона, в принципе, тоже нужно словить. Лунатон, вот он. Я не знаю, он тут или он в земле. Мне кажется, в земле. Наверное, так оно и есть. Вот где-то. Или вот вообще сейчас на дереве где-то будет, а мы будем в землю рыться. Нет, он в земле. Ну, давайте, может, успеем к нему. В гости. Может, знаете. Если успеем, будет круто. Если нет, то... Вот, Лунатончик. 48 уровень, конечно, это не очень круто. Досквол. Вряд ли ты залезешь. Хоть там и ночь, но 48 уровень, да, я согласен, что он будет выкобыливаться даже очень. А левелболом его, в принципе, даже просто смысла нету ловить. Ну, давайте один раз попробуем. Не, его нет смысла даже ловить. Ловелболом. Был бы у нас тут квикбол. Где у нас квикбол нафиг? Сейчас, ребята, я просто это делаю, знаете, чтобы... Это выложить, вот это выложить, чтобы там квикбол появился. Вот он. А то, знаете, места просто не хватает, чтобы он отображался. И вот это хрень. Серия больше, чем полчаса. Ребята, я надеюсь, она вам нравится. Потому что больше, чем полчаса. Это, в принципе, круто. Я надеюсь, вам несложно будет поставить за это лайк, то, что серия получилась большая. Еще мы пойдем еще домой. Еще посмотрим, сколько мы покемонов ставили за одну серию. Да хрэ там вздыхать, вздыхать, а просто залезь уже. Пожалуйста, залезь уже. Залезь, квикбольчик. Клуна-тончик. Твою мать. Ладно. Не словили, не словили, пофиг. Словим потом. Не скажу, что редкий покемон, но все же. Ну что, ребята, да твою нафиг, куда я опять трепахнулся. Вот сюда нам нужно. Сколько? 195. Ребята, в течение пару серий мы уже, в принципе, можем даже заспавнить. Артикуночку. Курочку. Если постараемся, конечно. Ну что, ребята, вот такая зимняя охота у нас получилась. Давайте подведем итоги, кого мы словили. Мы словили в этой серии. Шайни Монки. Хотя это не зимний, но все же Шайни Монки. Крае Гонал. Снизл Пизл. Пинеко. Охрен его знает, что-то вообще. Что-то такое. Давайте еще раз посмотрим. Я и сдаю, чем тебя сравнить. Ребята, пишите в комментариях, на что это похоже. Что это вам напоминает? Мне, если честно, я не знаю. Ананас какой-то нафиг, да и все. Я не знаю, честно. Так, ладно. Корфиш. Форест Тресс мы словили. Сил и Пипла, пока, как ни странно, мы словили. Ребята, много покемонов за эту серию мы словили. Давайте еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 покемонов за одну серию. Не скажу, что прям грандиозная охота, где мы словили пол всех покемонов, которые существуют в моде. Но все же, 7 покемонов за одну серию, это очень неплохой результат. 2 серии 14 покемонов, 3 серии 21. И 21 покемон за пару серии, это, в принципе, нормально. Ну, если вот так суммировать, да. И, в принципе, если предположить. Ну, все, ребята, на этом мы уже заканчиваем. Еще расскажу, точнее, еще расскажу, что я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.